Небо над нами усеяно звездами и бесчисленными галактиками. Там мы можем увидеть место нашего происхождения и нашего последнего пристанища. Первый этап нашего путешествия закончен. Начинается второй, где с роботами, продвинутыми технологиями и настоящей отвагой мы достигли того, о чем раньше только мечтали. Новые горизонты космоса. Оттуда сюда Именно здесь, в Пенемонде, на Балтийском побережье, была открыта новая эра в космической гонке. Не из-за благоприятной возможности фоном для такого выдающегося рывка стала мировая война. Главный инженер заявлял, ракета работает идеально, это просто не та планета. Время расширило наши горизонты, и сейчас наука и промышленность ушли далеко вперед. Бросок к новым горизонтам сегодня оправдан, ведь нас ведет наука и жажда открытий. Вскоре к ним присоединятся коммерческий туризм и добыча ископаемых. Внедряются научные и инженерные достижения, развиваются новые средства связи и измерительные технологии, новые космические системы для улучшения торможения, новые материалы и производственные процессы для космических аппаратов. И более безопасные системы запуска. Все предназначено для возвращения на Луну. Затем на Марс, на длительный срок. Летные службы человечества мечтают об эксперименте, где ресурсы на Марсе от скал до атмосферы использовались бы для выработки топлива или того, что дало бы возможность провести там дальнейшие исследования и оборвать связь с Землей. Чтобы не нужно было брать все с собой, если это можно произвести на планете. Очень интересный дополнительный аспект, который мы исследуем и анализируем в своей работе. Это расширит пределы нашей досягаемости даже дальше планируемых путешествий к астероидам и кометам, которые дадут нам доступ к еще более мощным ресурсам. Кроме того, это наш шанс защитить Землю от непредсказуемых объектов, представляющих угрозу. Есть еще один вызов Солнечной системы при посещении дальних планет, например, Юпитера и его спутников Европы, Калисто и Ганимеда. Или Энцелада, спутника Сатурна, потенциально наиболее пригодного места для жизни. Или облаков, покрывающих Титан, в которых содержатся огромные запасы углеводорода. И еще длительные межзвездные путешествия к другим звездам и планетам. Например, газовому гиганту HD 189733b или Иглизи 1214b «Водный мир». Или даже Кеплер 186F – ближайшая к нам планета, похожая на Землю. Наша первая остановка на этом пути – на орбите, где мы можем видеть изменчивую среду мира и исследовать планету, которую называем Домом. Новые горизонты космоса Люди – всего лишь пассажиры на борту корабля под названием «Земля». Мы не можем контролировать ее направление, скорость вращения. Но мы можем влиять на ее сложную и динамичную систему экологии и климата. Для изучения этой системы, которая нас поддерживает, ученые используют спутники как один из главных своих инструментов. Из 6600 запущенных спутников на орбите осталось около 3600, и около 1000 из них до сих пор функционируют. Есть два основных вида спутников, которые мы используем для прогнозов погоды. Первый – это геостационарные спутники. Тим Хьюисон – ученый-метеоролог, Евромедсад. Они были запущены на орбиту на высоту 36 тысяч километров над поверхностью Земли, и на этой высоте они облетают Землю ровно один раз в день. Я проиллюстрирую. Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа, и за это же время спутник облетает Землю. Поэтому он всегда находится над одной и той же точкой планеты. Таким образом он делает снимки Земли с нашей спутниковой системой каждые 15 минут. И это обеспечивает очень высокую скорость циклов быстрого обновления данных. Другой важный вид метеорологических спутников – полярные спутниковые аппараты. Сегодня они вращаются вокруг Земли на значительно меньшей высоте – около 800 километров, в основном вокруг Северного и Южного полюсов, потому что мы называем солнечно-синхронной орбитой. Они находятся низко и поэтому предоставляют более детальные изображения Земли и атмосферы. Сложность климатической модели Земли происходит от целого ряда различных исходных данных – от солнечной радиации, солнечного ветра, магнитных полей, гравитации, поглощения тепла, до температуры и солености воды, ледяного покрытия и облачности, углерода и других примесей в атмосфере. Задача номер один всегда была наблюдение за погодой. Максимальную научную ценность представляет длительный сбор данных. Он должен быть надежным, постоянным и непрерывным. С этой целью Европейское космическое агентство и Евромедсад запустили новейший спутник МиТОП-Би. МиТОП-Би особенно значим для обеспечения непрерывности данных. Эти данные оказывают самое большое влияние на систему прогнозирования погоды. Поэтому очень важно, чтобы мы сохраняли эту возможность. Для климатических наблюдений решающее значение имеет непрерывная запись. Кроме точных данных о погоде, спутник также отвечает за эксперимент по глобальному мониторингу озона. Он следит за концентрацией озона в арктических регионах. Это инструмент, измеряющий ультрафиолет и видимую часть спектра для обновления информации по структуре озона в атмосфере, которая крайне важна для понимания уменьшения озоновой дыры, а также используется для прогнозирования погоды. «Прогноз погоды важен для всех, потому что погода влияет на огромное количество социальных и экономических аспектов. Она влияет на повседневную жизнь, и спутники улучшают прогнозирование, что позволяет нам делать более ранние и более точные предупреждения, и дает нам больше времени для оповещения». Дитер Клаус, ученый программы выбросов «Евромедсад». Сегодня согласованные и скоординированные действия предпринимают НАСА, ЕКА и Японское аэрокосмическое агентство. Вместе с партнерами они запускают серии спутников наблюдений Земли следующего поколения с особым оснащением для работы с многочисленными аспектами нашего климата. Партнеры НАСА и Японское аэрокосмическое агентство запустили проект GPM по глобальному спутниковому мониторингу. Он установит новый стандарт наблюдений за снежными и дождевыми осадками. GPM состоит из центральной спутниковой обсерватории и восьми космических аппаратов. Оснащенная двухполосным радаром и микроволновым радиометром система GMI собирает данные каждые три часа. Радиометр GMI – важный стандарт, который объединяет всю спутниковую систему GPM. У этого аппарата 13 каналов, и такая увеличенная чувствительность позволяет GPM проводить измерения осадков большего количества и интенсивности. У каждого канала есть частотный диапазон, определяющий разные виды осадков. Затем научные алгоритмы преобразуют данные радиояркостных температур в более понятные сведения, такие как интенсивность осадков. Поскольку охват GPM выходит за пределы тропиков, изучение бурь в средних и высоких широтах улучшит и расширит глобальное представление об осадках. Проводимые Национальным агентством по исследованию океанов и атмосферы совместно с космическими агентствами Франции, Индии и Китая, проект GPM улучшит наше понимание погоды и энергетических циклов и расширит применение данных об осадках на пользу общества. Новые горизонты космоса Два главных компонента климатической системы Земли – это водообороты и циркуляция океана. Совместный американо-аргентинский проект спутника «Аквариус» составляет карты распределения или концентрации солей на поверхности океана. Измеряя соленость океана из космоса, «Аквариус» дает нам новые знания о том, насколько огромно влияние естественного обмена пресной воды между океаном, атмосферой и льдами на циркуляцию океана, погоду и климат. Один из старейших и заслуженных спутниковых проектов на сегодняшний день – «Лэнсет». Проект НАСА и Американского географического общества стартовал в 1972 году с запуска первого спутника «Лэнсет». Это самая продолжительная программа сканирования Земли. Сегодня на орбите работает уже восьмой спутник. Дэл Йенстром – зам руководителя проекта «Лэнсет». Он облетает северные и южные полюса, делая снимки, освещенные Солнцем стороны Земли. Спутник «Лэнсет-8» совершает 14 кругов в день и облетает земной шар каждые 16 дней. Джим Айронс – ученый проект «Лэнсет». Данные, получаемые в непрерывной миссии «Лэнсет», будут лучшими данными, собранными этим спутником. С ростом населения землепользование меняется с беспрецедентной в истории человечества скоростью. Чтобы справляться с этими изменениями, нужны данные наблюдений, которые позволят понимать, что происходит на поверхности Земли, где живет большинство из нас. Данные, собранные с поверхности Земли за 40 лет, стали историческим архивом, несравнимым по качеству, детальности и охвату. Архив «Лэнсет» содержит все данные Америки со всех спутников «Лэнсет». И данные нашего проекта тоже станут частью этого архива. Программа «Лэнсет» бесплатно предлагает самые долговременные записи с поверхности Земли по всему миру. И программа продолжает поставлять потрясающие визуально и научно-ценные изображения нашей планеты. Тем не менее, почти всю поверхность Земли занимает вода. И измерение топографии океанов – еще одно непростое испытание. Спутник «Топекс Посейдон» был запущен совместно с НАСА и Французским национальным центром космических исследований. Затем проект был продолжен спутником «Джейсон-1». Их последняя миссия «Джейсон-2» обеспечивает долгосрочное исследование мирового океана. Спутники отслеживают изменения в высоте уровня моря. Они используются для наблюдения за океанскими течениями и за повышением уровня моря – очень важные аспекты глобальных изменений климата. Данные применяются по всему миру для улучшения прогнозов изменения погоды, климата и океана. Еще на океане измеряют скорость и направление ветров. Измерители рассеяния морских ветров – специализированный микроволновый радар, который измеряет приповерхностные ветра. Скатерометр оценивает скорость и направление ветра на высоте 10 метров над поверхностью воды. Прибор собирает данные над океаном, сушей и льдом протяженностью 1800 километров, делая примерно 400 тысяч измерений и покрывая 90% земной поверхности за один день. Раньше спутники могли делать только снимки верхних слоев облаков. Клаудсет был одним из первых спутников, исследующих облака в глобальном масштабе. Он следил за их структурой, составом и свойствами. Главный способ наблюдения – зондирование жидкости и льда в содержимом облаков, и изучение их физических и радиационных свойств. Клаудсет летает в тесной связке со спутником Калипсо, где установлен локатор обратного рассеяния, и два этих спутника следуют разомкнутым строем со спутником Аква. Когда мы начали проект со спутником Аква, у нас перед началом миссии было обозначено две цели. Одна – предоставить данные Национальной администрации по океану и атмосфере на ОА. И вторая цель – улучшить прогнозирование погоды. Первой цели мы достигли, и наша научная группа была удовлетворена. Мустафа Шахин – научный руководитель проекта AIRS. Второй целью было улучшение нашего понимания климатической системы – водяных испарений. Это основной механизм, который формирует воду и климат здесь, на Земле. Комбинация данных с трех спутников обеспечивает богатый ресурс информации, которая может быть использована в оценке роли облаков как для погоды, так и для климата. Новые горизонты космоса Программа Европейского космического агентства по исследованию Земли запустила несколько высокотехнологичных спутников, сыгравших роль в понимании планетарного климата. Уолкер Либбек – руководитель программ наблюдения Земли. Мы запустили три проекта с фантастическими результатами, с самыми инновационными технологиями. СМОС – космический аппарат для исследования влажности почвы и солености океанических и морских вод. Криосат – спутник, предназначенный для измерения массивных ледяных покровов Гренландии и Антарктики и морского льда в Арктике. В нем используется сложная система стереоскопических радаров, и он помогает лучше понимать связь между ледниками и глобальным потеплением. Космический аппарат ГОЧИ исследует гравитационное поле Земли с беспрецедентной точностью. Модель ГОИДА необходима для точных измерений океанической циркуляции и уровня моря, влияющих на изменения климата. Эти данные показывают Землю довольно неровной и неоднородной по всей поверхности, что привело к новой карте границ между земной корой и мантией. Миссия СВОМ Еще одна значимая и жизненно важная часть климатической мозаики – магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли – наше спасение, без сомнений. Рун Флоберхаген, руководитель миссии СВОМ. Этот щит, по сути, защищает нас от разрушительного воздействия солнечного ветра, высокоэнергетическими частицами которого нас постоянно бомбардирует Солнце. Этот щит жизненно важен для нашей защиты. Основное магнитное поле Земли меняется. Оно ослабело на 10-15% за последние 200 лет. И наша миссия пытается выяснить, что происходит с ядром планеты. Магнитоизмерительный прибор на спутнике измеряет магнитуду и направление магнитного поля. Два прибора расположены в двух местах. Первый инструмент – на одном, и второй – на другом конце спутника. Вместе они обеспечивают нас ценой информацией, необходимой, чтобы узнать секреты магнитного поля. ЕКА в рамках проекта «Коперник» сейчас разрабатывает новое семейство спутников под названием «Сентинелл». Нельзя просто пять лет исследовать изменение ледяного покрова или повышение уровня моря и потом прекратить. Филипп Гауди, глава проектов наблюдения Земли, ЕКА. Нам необходимо следить за этим длительный период. Чем будет заниматься проект «Коперник»? Долгосрочный, постоянный и непрерывный мониторинг нашей окружающей среды. «Сентинелл-1А» – первый из двух спутников миссии, которые сканируют Землю и океаны, используя передовой радар для получения снимков независимо от погодных условий. Лесной покров из космоса. На сегодня «Коперник» – самая амбициозная программа наблюдения Земли. Европейское космическое агентство соединило шесть семейств «Сентинелей», которые займутся объектами проекта «Коперник». Они следят за сушей, морской средой, климатическими изменениями атмосферы и обеспечат быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации. Рамон Торрес, руководитель проекта «Сентинелл-1» ЕКА. Всего будет запущено шесть миссий «Сентинелл». Каждая пара спутников предназначена для конкретных наблюдений. Гвида Леврини, менеджер космического отдела программы «Коперник» ЕКА. У каждого «Сентинела» своя особая задача. «Сентинелл-1» предназначен для реагирования на чрезвычайные ситуации. «Сентинелл-2» специализируется на мониторинге суши. «Сентинелл-3» совместно со спутником «Сентинелл-6» следят за океаном, и водами. В свою очередь «Сентинелл-4» и «Сентинелл-5» занимаются исследованиями атмосферы. Международная космическая станция также располагает несколькими климатическими датчиками. Сейчас система мониторинга и измерения аэрозолей CATS установлена на японском экспериментальном модуле. С помощью детектирования света и дальномерной системы локаторов она устанавливает и измеряет загрязнения, пыль, дым и другие аэрозоли в атмосфере. НАСА в этом году установит еще один прибор – «Рапидскат» на модуле «Колумбус». Он будет исследовать океан, скорость ветра и его направление для улучшения прогнозов погоды и предупреждений об ураганах. Орбитальная углеродная обсерватория была первым спутником НАСА для отслеживания уровня углекислого газа в атмосфере и того, как и где он рассасывается в биомассу. К сожалению, неудачный запуск вызвал изменения в графике проекта. Нам нужны данные, которые будет предоставлять этот космический аппарат, чтобы понимать, какие процессы происходят в нашей атмосфере. Это даст видение того, что может произойти в будущем. Другие разрабатываемые проекты включают спутник миссии динамики атмосферы ЭОЛ, который высокомощным ультрафиолетовым лазером будет измерять скорость ветра, атмосферу воздуха и частицы пыри для лучшего понимания атмосферной динамики. Спутник ЭФКЕ будет изучать, как Земля отражает и удерживает тепло. Биомасса будет исследовать состояние лесов планеты. Спутник НАСА КЛОРЕО исследует поступающее солнечное излучение и энергетический баланс Земли. СМАП занимается активно пассивной влажностью почвы, измеряет и отображает влажность земной почвы и ее замерзание, оттаивание для лучшего понимания наземных вод, углерода и энергетических циклов. Комплект спутников сейчас находится на орбите и в ближайшем будущем они изучат облака, растительность и другие составляющие поверхности. Они будут следить за соленостью вод, температурой и потоками энергии, схемами океанских течений и изменениями ледяных покровов. Все эти данные улучшат наше понимание климатических изменений и помогут в практическом смысле. Потопы и засухи, ураганы и циклоны, изменения в доступности воды, в производстве продуктов питания и других социальных аспектах климата.